вот значит у нас есть у нас есть класс юзер но давайте мы у этого класса чего-нибудь сделаем какие-нибудь свойства к нему добавим допустим логин скажем емейл какой-нибудь и давайте сделаем хоть простой конструктор ну и давайте что-нибудь с этим юзером сделаем скажем напишу мне какую функцию say hello пусть он будет говорить так ошибся потому что забыл написать self здесь и тут тоже должен быть целых конечно вот таким образом мы сделали некоторого некоторый класс который описывает пользователь естественно можно дальше расширять как угодно но давайте представим себе что я хочу создать как бы выделить из всех пользователей выделить некоторый специальный класс а именно допустим сделать класс администраторов и администратором дать больше возможностей чем обычным пользователям для этого мне нужно отнаследоваться от класса юзер создать например класс админ который наследуется от юзер что то что я здесь указываю в скобках юзер это означает ой кстати зачем я здесь на это означает что админ будет наследником юзера и и давайте что-нибудь здесь делаем например можно сделать какую-нибудь функцию написать новую которую не было у обычного юзера например сделаем функцию бан который банит другого пользователя на эти мы добавим вот сюда вот атрибут который показывает пользовались забанен или нет умолчание он не забанен и давайте сделаем функцию которая будет банить другого пользователя и теперь можно сделать завести какого-нибудь админа неправильно написал нужно здесь написать админ допустим марк так давайте мы еще раз запустим все самого начала чтобы пересоздать элис и теперь можно сделать окей давайте мы все-таки добавим здесь что-нибудь более веселое окей давайте мы здесь еще сделаем какой-нибудь реп давайте хотя быстро сделаем и давайте там где мы баним пусть мы еще напечатаем сообщение о том что мы его забанили вот так еще раз все запущу и теперь можно попробовать да видно что она действительно забанена давайте сделаем какой-нибудь функционал чтобы например и если сэллбанд принт юзер из банд else принт вот так после того как марк забанил элис если мы говорим элис say hello то мы видим сообщение юзер из банд то есть смотрите что произошло когда объявил класс админ и сказал что он наследуется от класса юзер у меня унаследовались все функции все методы которые были определены для класса юзер все методы которые есть у юзера они также есть у админа марк тоже может сказать привет я морг точно так же работает конструктор все то же самое нам не пришлось это переписывать заново весь этот код мы просто добавили тот функционал который нам нужен вот в этом собственно говоря состоит главная идея наследования что вы ну как бы в идеале в теории это выглядит очень круто вы определяете какой-то ужасно общий объект этот общий объект обладает какими-то общими свойствами а дальше при необходимости в этот общий объект конкретизируете создаете конкретные более узко специализированные версии этого самого объекта точнее этого класса вот и в теории это должно работать хорошо на практике это работает похуже так далеко не всегда можно хорошо описывать ну как бы мир на самом деле не является такой глобальной иерархии объектов глобальной иерархии иерархии классов каждый из которых уточняет какой-то предыдущий но тем не менее довольно часто эта штука позволяет упростить жизнь и упростить разработку и не повторять какую-то какую-то вещь которую уже где-то реализовали именно за счет того что вы можете отнаследоваться вот значит сейчас мы добавили новую функцию на самом деле можно определить какую-то функцию из существующих например я мог бы сказать что давайте предположим что я хочу выделять админов как-нибудь по-другому вот когда я печатаю соответствующий объект вот в этой функции стр допустим что я хочу как-нибудь выделять админов давайте я просто переопределить функцию стр давайте я буду писать можно сделать вот какую штуку смотрите ну во первых можно просто переопределить так как хочется например добавлю сюда зверточек сразу видно кто админ а кто нет вот а можно было бы сделать еще хитрее можно было бы вызвать вот отсюда функцию которая плена вот здесь и и это делается примерно так супер так что посмотрим заработает или нет да похоже что заработало да значит вот этот вот вот эта функция супер она дает как бы ссылку на тот же самый объект но который воспринимается как вот этот объект кажется здесь можно было просто вот так вот так написать нет так нельзя все таки вот так вот то есть таким образом можно как бы уточнять функционал который есть в классе потомки в классе потомки с помощью вызова то есть вы можете вызывать функции которые определенные для класса предка и как-то модифицировать их поведение ну вот я например 10 звездочек добавил вот вот такая история с наследованием на самом деле я все это рассказываю не столько не столько для того чтобы вы сами писали какие-то сложные системы в которых нужно действительно продумывать как устроена объектная модель сколько для того чтобы вы понимали как работают всякие штуки например есть такая функция которая проверяет правда ли что некоторые правда ли что некоторый объект является представителем некоторого класса вот например я хочу проверить допустим у меня есть какая-нибудь функция ну давайте вот в этом вот баня давайте проверим явно что объект который нам передали в качестве аргумента в качестве этого алла что он действительно является объектом класса юзер а то вдруг мы пытаемся забанить не юзера что то другое значит мы можем это проверить таким образом например и в давайте вот когда же сделаем например если other является админом то тогда допустим я могу сказать что мне запрещено банить других админов если other не является юзером тогда сказать что я не знаю как его забанить и и наконец если все это неправда тогда вот тогда забанить так где я ошибся я ошибся забыл двоеточие где я ошибся здесь здесь должна быть не else а и и теперь вроде нигде не ошибся давайте попробуем теперь использовать метод бан для чего-нибудь не того допустим я хочу забанить скажем вот так вот значит я ему передал не объект типа юзер а я им передал просто строчку и он действительно говорит что он не знает как ее забанить но потому что строка не является не является объектом класса юзер строка является объектом класса стр вот с другой стороны давайте посмотрим и является ли марк объектом класса юзер как вы думаете мы сказали что марк это объект класса админ является ли он экземпляром класса юзер ну да ну да является потому что как бы вот вся эта история про наследование она основана на такой идее что можно уточнять понятие значит поскольку админ это частный случай юзера то марк будучи админом на самом деле является одновременно юзером то есть вот эта штука из инстанс она на самом деле проверяет не просто что у нас вот этот объект вот такого типа на самом деле если мы посмотрим тип этого самого марка то видно что он админ но она проверяет является ли этот объект экземпляром вот этого класса с учетом вот этой вот самой с учетом наследования то есть является ли она экземпляром вот этого класса или любого из класса потомка вот может быть может быть это сделать понятным например такую забавную штуку как вы думаете сколько будет тру плюс тру это скорее всего один плюс один поэтому это два поэтому это да дело в том что на самом деле может показаться странным но false это 0 а true это 1 несмотря на то что это разные объекты то есть если я напечатаю труд у меня будет увидела true но при этом если я спрашиваю правду или что true это 1 то мне говорят да это правда но вот на самом деле это связано с тем фактом что true является частным случаем инта а именно булевский тип на самом деле является под классом то есть является классом потомков потомком для инта для целых чисел это на самом деле иногда бывает очень полезно то что true и false имеют значение 0 и 1 например представьте себе что у меня есть такая задача я хочу у меня есть какой-нибудь список я хочу померить сколько в этом списке каких-нибудь элементов обладающих заданным свойством например сколько в этом списке скажем четных элементов и это можно записать вот так значит это не единственный способ это сделать но вот такой способ тоже сработает значит смотрите что здесь происходит ну окей давайте я пока поставлю скобки она конечно и так работает чудесно но зато непонятно а сейчас поставил скобки теперь станет стал чуть более понятно значит что что здесь происходит мы каждый раз проверяем вот это условия получаем такой списочек из true и false ну а дальше поскольку false это нолики а true это единички то когда мы просто их все складываем то мы считаем сколько раз встретилось true и это такой приятный сайт эффект вот на самом деле в питоне но вот это не есть эта функция из instance которая позволяет проверить правда ли что правда ли что объект принадлежит задному классу но так глобально в питоне принято скорее полагаться на так называемый дактайпинг тип того что не нужно ничего проверять а нужно просто использовать те методы которые вам нужны если они в этом классе реализованы это наверное этот класс который вам нужен а если они там не реализован скорее всего получите ошибку вот но иногда иногда бывает полезно и проверить явно ну преимущество дактайпинг связано с тем фактом например что есть совсем разные объекты которые не являются так сказать которые не принадлежат есть разные классы есть разные типы данных которые не являются потомками друг друга но которые разделяют некоторые общие свойства ну например и есть разные штуки которые можно итерировать в цикле они называются итерабл в питоне итерируемые и к итерабл относятся такие достаточно разные типы данных как списки и множество например списки кортежи множество это все примеры итерабл и то и другое третье можно итерировать итерировать в цикле или скажем несмотря на то что никто из них не является частным случаем другого ну в общем бывают вот такие вот штуки вот но иногда приходится в явной форме проверять какого типа ваш объект и в этом случае из инстанции бывает полезен вот я честно говоря не очень хочу прям совсем сильно углубляться в историю про объектные активные программирования надо сказать что я несколько лет программировал на питание и не умел писать классы сам и как-то особо по этому поводу не страдал в целом в отличие от джавы в которой вы без класса не можете шагу вступить в питоне в принципе можно работать без всяких классов не создавать собственные классы но иногда бывает полезно понимать по крайней мере как все устроено внутри и поэтому я про это рассказывал вот значит если какие-нибудь вопросы про про эту историю про объекты все такое прочее что-то как-то подозрительно молчите ладно будем считать что вопросов нету можно ехать дальше смотрите я на самом деле хотел рассказать еще про одну штуку как раз возвращаясь к iterable я хочу теперь когда мы знаем про классы хочу как это как это говорится сорвать покровы с штуки которая с которой мы раньше сталкивались но как-то я аккуратненько обходил стороной ответ на вопрос о том кто оно такое вот например например есть такая штука которая называется zip вот давайте посмотрим значит мы зипы уже обсуждали но давайте посмотрим как она работает вот скажем у меня есть один списочек у меня есть другой списочек у меня есть другой списочек и дальше я делаю зип из этих двух списков ну вот видно что если я просто делаю зип то возвращается мне какой-то непонятный зип но если я начинаю его итерировать тут становится понятно как он работает он работает как список пар или можно превратить этот самый зип в лист и увидеть воочию этот самый список пар ну хорошо это значит результат его превращения в лист а кто же такой кто же такой этот зип сам по себе чтобы не возникало ощущение что зип это просто вот такой лист который скрывает что он лист давайте убедимся в том что он не лист давайте для этого сделаем такую штуку ну пока все работает точно так же как работало ничего особо интересного не произошло но давайте я сделаю вот так смотрите что получается значит когда я создал объект zipped лист и присвоил ему значение вот этого самого зипа происходит следующее если я один раз прохожусь по этому зипу то он выдает вот такие штуки как и должен выдавать а если я прошу сделать это еще раз он ничего не выдает сразу же прекращает работу цикла хотя это тот же самый тот же самый список ну не список а вот та же самая штука тот же самый объект а тут возникает вопрос а что это такое как это вообще и что и что здесь происходит кто же такой кто же такой этот самый зип ну вот оказывается что зип это некоторый объект специального типа который называется итератор значит как такие итераторы итератор это такой объект который хранится внутреннее состояние и которой можно просить дорогой итератор дай мне следующий объект например давайте мы сейчас напишем давайте мы напишем итератор какой-нибудь значит для этого мне нужно определить специальный метод next ну давайте я сделаю так давайте я определю конструктор давайте например сделаем такую штуку сделаем такой итератор который будет который будет уменьшать значение счетчика значит def next должен возвращать точнее так давайте мы сделаем вот что о я вспомнил что мне нужно было бы рассказать еще одну штуку но ладно сейчас заодно расскажу ее значит смотрите я хочу сделать следующее во первых давайте я сохраню это состояние и теперь уменьшу его на единичку и верну этот самый а если это не так тогда мне нужно сообщить что элементы закончились в моем итераторе и делается это с помощью вот такой штуки это race stop iteration я чуть попозже скажу кто такой этот race и что это все означает давайте пока что поверим в то что это такой способ сказать что значит у меня элементы в моем итераторе закончились сейчас когда эту штуку запущу может быть будет чуть понятнее что все это значит значит и еще мне нужно определить вот такую штуку так кажется я сделал все что хотел сделать давайте попробуем это дело запустить давайте как нибудь его назову к он дал смотрите работает что происходит в этом случае а значит вот когда я делаю вот такой вот вот такое итерирование происходит следующая вещь каждый раз когда я выполняю эту строчку как бы я пытаюсь взять новый элемент из вот этого вот итератора countdown при этом происходит следующая штука вызывает вот эта функция next и она делает то что здесь сказано в данном случае она уменьшает сначала она запоминает свое текущее состояние потом она проверяет что это состояние 0 или больше и если это так тогда она уменьшается в состоянии на единичку и возвращает это самое текущее состояние и если же это не так тогда она говорит что элементы закончились и нужно прекратить и нужно прекратить итерирование соответственно вот этот самый цикл for будет выполняться до тех пор пока не произойдет вот этот race stop iteration но собственно говоря мы ровно это и видим 5 4 3 2 1 0 и и все дальше как будто бы элементы в этом списке закончились при этом надо сказать что если я запущу еще раз этот цикл то я не получу ничего дело в том что итератор он помнит свое состояние и значит поскольку у нас этот итератор до итерировался до нуля даже уже до минус единицы то просто когда я попытаюсь еще раз запустить когда я пытаюсь запустить еще раз этот цикл for он просто вылетит сразу же вот сюда вот то есть видно что ведет на себя с одной стороны похоже на список с другой стороны не так как список можно создать из него список на самом деле вот 5 4 3 2 1 0 это уже будет другой объект а что будет если мы уберем условия else хороший вопрос будет бесконечный итератор итераторы могут быть бесконечными например давайте сделаем какой-нибудь итератор допустим допустим итератор итератор но они у нас и будут не с нуля то что мы сначала прибавим а потом вернем ну и давайте попробуем что-нибудь такое сделать только осторожно значит ну давайте давайте поставим какой-нибудь брейк ну пожалуйста то есть на самом деле вот этот цикл for с вот таким итератором может быть легко бесконечным то есть на самом деле в питоне если немножко похимичить то цикл for казалось бы что он безопасный с точки зрения зацикливания но вот оказывается что нет оказывается что бывают бесконечные итераторы и единственный способ выйти из такого цикла for это сделать брейк в явном в явном виде вот ну вот такая вот история но на самом деле есть еще много непонятного например почему итераторы вот когда я обычный список использую в цикле for если даже один тот же список использую несколько раз почему каждый раз он итерируется сначала итератор видите он как бы исчерпывается ну вот оказывается что цикл for устроен чуть чуть сложнее чем я описал изначально а именно что цикл for получать на вход вот вот эту штуку которая называется итерабл итерабл это не то же самое что итератор хотя и то и то можно итерировать а именно происходит следующее дело в том что у допустим у нас есть какой-нибудь список вот сам себе этот список нельзя итерировать у него нет метода next но от списка можно получить штуку которая называется итератором и делается это так давайте вот так сделаем и вот эта штука которая получается из списка путем применения функций итер уже является итератором вот у него есть метод next и этот метод next работает ну именно так как ожидалось он каждый раз возвращает следующий элемент соответствующего списка до тех пор пока мы не дойдем до конца когда мы дошли до конца возникает stop iteration ошибка но вместо вот этого метода next лучше использовать функцию next давайте еще раз покажу как это работает собственно говоря функция next занимается тем что она вызывает метод соответствующий метод но на самом деле она делает еще одну вещь можно функции next попросить возвращать некоторое дефолтное значение если возник стоп атерейшн у него может быть можно добавить второй аргумент который будет возвращен функции next если элементы в этом в этой штуке закончились не так часто приходится вызывать функцию next явно гораздо чаще когда вы работаете с итераторами вы их итерируете в цикле или делать еще что-то похожее но в принципе теперь мы примерно понимаем что делает цикл а именно цикл делает две вещи когда вы пишете что-нибудь вроде for x in my list print x ой дефофор происходит следующее вы сначала создаете my list итер итератор от my list а потом вы делаете такую штуку x равняется next от my list итер print x x равняется next my list итер print x и так далее пока до тех пор пока вы не получите стоп атерейшн то есть сначала он превращает цикл форс сначала превращает вот этот объект в итератор применяя к нему функцию итер а потом этот итератор итерирует запрашивая каждый раз следующий элемент с помощью с помощью next хитро хитро что такое эллипсис некоторая специальная штука я просто их тут написал и просто чтобы сделать многоточие но на самом деле нам сейчас это неинтересно я мог бы так сделать вот ну давайте я покажу теперь как можно использовать итераторы во блога именно довольно часто вместо того чтобы создавать list comprehension можно создать такой итератор comprehension или он называется генератор comprehension кажется неважно как он называется в общем смотрите тут возможно такая история допустим я хочу посчитать допустим есть какой список и я хочу посчитать сумму всех четных элементов этого списка и я мог бы это сделать вот так и конечно мне посчитать сумму всех четных элементов но можно сделать проще ну точнее проще с точки зрения синтаксиса и проще с точки зрения вычислительных ресурсов я в том что что делать код он сначала создает вот этот новый список который создается с помощью списка включения и содержит только четные элементы из моего исходного списка my list есть только те элементы для которых выполняется вот это условие но на самом деле для того чтобы посчитать сумму всех хотели всех этих элементов нам совершенно не нужно знать их все у нас есть алгоритм у которых нужно их знать все но совершенно необязательно их знать одновременно совершенно не обязательно их хранить где-то в памяти а то что нам нужно это нам нужно иметь возможность получать каждый раз элемент за элементом и добавлять его в некоторые аккумуляторы как мы делали где-то на одном из первых занятий когда сам писали функции аналогичными функциями сумм то есть фактически нам не нужен вот этот список который здесь получается einem нужен от этого списка нужно только итератор и можно создать итератор а просто убрав вот эти скобки давайте я здесь напишу с внутренней скобки просто чтобы было чуть чуть более понятно это будет работать точно также ну и давайте посмотрим кто вот это что вот это за объект такой у нас получается значит если я напишу вот такую штуку в скобках это будет как раз итератор который мне перебирает учетные элементы моего списка они хранятся в памяти или как они хранятся в исходном списке естественно когда мы создаем вот этот итератор мы никакого нового объекта который бы занимал много места в памяти не создаем мы просто создаем функцию ну вот точнее функция вот объект вот такого вот типа вот как здесь но просто он помнит вот единственно что он делает это он помнит какой элемент он сказал следующим какой элемент он сказал предыдущим а дальше он просто проходится по вашему исходному списочку и ждет пока он не дойдет до отчетного элемента если он дошел отчетного элемента он его возвращает теоретически можно например сделать такую штуку вот смотрите у нас есть ней чералс на это бесконечный список точнее бесконечный бесконечный итератор давайте сделаем давайте сделаем evans n for n if n n for n in n большое if n четное значит вот сейчас в evans лежит некая штука которая называется generator object и это штука которая в некотором смысле содержит все все четные числа ну точнее она является генератором который там является итератором который будет вам генерировать последовательно все четные числа до тех пор пока вам не не надоест их использовать значит вот можно проверить что действительно так ну вот можно в котором это остановиться ну вот видите мы у нас на самом деле у нашего дата n большое мы его уже где-то использовали несколько элементов из него уже съели поэтому когда я вот здесь вот создал этот вот эту вот штуку она тоже начиналась не не сначала а вот видите она начиналась там то есть один из 12 но вот это общее свойство итераторов что они помнят свое состояние если я допустим продолжу вот этот цикл то он продолжится начиная с предыдущего момента ну потому что итератора так устроена то что итератор это объект который можно спросить для следующий элемент а если он понимает какой если он понимает какой-то следующий элемент как будто и он может это понимать только в том случае если он помнит какой элемент у него был предыдущим должен хранить свое состояние вот ну и на самом деле очень часто когда вам хочется написать списковое включение возможно что на самом деле достаточно использовать какой-нибудь вот такой вот значит объект вот такого типа вот и вы таким образом выиграете например какое-то количество памяти это иногда бывает полезно вот давайте раз уж мы про все это говорили давайте покажу свою любимую библиотечку и итертулс в ней есть много всего интересного ну например например есть у вас список 1 2 3 и допустим я хочу получить да давайте сделаем вот что есть список 1 2 3 у меня есть другой список а b c d хорошо здесь штука называется нам божество штука называется лето значит такое декартовое произведение монасты всевозможных пар значит на самом деле мы сейчас получили ну окей давайте сделаю так пожалуйста вот множество всевозможных пар где первый элемент берется из нам боже со второй элемент берется из лето итертулс продукт возвращает итератор который делает декартовое произведение для тех итераторов которые к нему поступили на вход вот ну и вообще можно делать всякую разную комбинаторику например есть например есть комбинаторс например есть комбинаторс список можно использовать в функцию лист вот пожалуйста все как это называется но видим так называется комбинация не помню как эта штука называется когда порядок не важен мы просто выбираем по множеству за одной длины и за одного множества сочетание на сочетание пожалуйста вот вам все сочетания из элементов которые находятся вот здесь по три элемента вообще тут много всего веселого вот возможны перестановки из четырех элементов а вот так например можно создать сейчас как бы тут как бы тут сделать условия когда все это нужно прекращать отдать случайный момент времени прекратим ну я тупой будет рандом значит вот эта штука cycle она делает бесконечный итератор который просто перебирает элементы вот отсюда у нас здесь будет 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 и так далее до бесконечности ну вот я здесь вышел в какой случайный момент времени с помощью функции ранд рейдж но просто потому что мне нужно было придумать какое-то условие когда выйти вот ну и так далее в общем более-менее все что вы хотите сделать с итераторами можно сделать с помощью iter tools и это такая реально мощная библиотека в ней много чего есть вот ну хорошо давайте я еще одну штуку покажу тоже связано с итераторами дело в том что писать итераторы вот в таком вот видео в виде классов не очень удобно потому что нужно как-то внимательно следить за тем что у вас там происходит состоянием явно описывать его явно описывать переходы а вот в питоне по этому поводу есть другой объект который называется генератором и выглядит он вот так допустим я хочу тоже сделать еще одну вариацию на тему натуральных чисел будет выглядеть например так значит вот такой чудесно бесконечный цикл который занимается только тем что прибавляет к переменной x значение единицу а дальше делать эту непонятную штуку yield x дать посмотрим как это работает значит в тот момент когда я вызываю вот этот next n эта функция которая здесь написано начинает свою работу давайте я добавлю каких-нибудь принтов чтобы было видно вот видно что выполнилась вот эта строчка выполнилась вот эта строчка потом на самом деле выполнилась вот эта строчка после этого выполнилась вот эта строчка то значение которое написано здесь после yield это как раз то значение которое вернулось нам в результате выполнения вот этого next при этом как бы вот эта функция она как бы приостановила свою работу то есть мы не вернулись из функции и навсегда забыли все что там происходило как было бы если здесь был бы ритон а мы поставили эту функцию на паузу и если я сейчас сделаю следующий еще раз вызову next n то он просто продолжит выполнять эту функцию до тех пор пока снова не наткнется на yield то есть в данном случае он выполнил вот этот print выполнил еще раз вот эту строчку после этого сделал вот это yield и мы получили двойку а и так далее то есть как бы мы храним свое состояние при этом получается получается штук который тоже оказывается итератором но она хранит свое состояние но вот не 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 в таком явном виде когда мы там описываем явно объекты описанного состояния а просто вот в локальных переменных этой функции и как видите так написать генератор который делает центральные числа гораздо проще чем то как у нас это было раньше вот на сказать что вот такие вот функции которые могут временно приостанавливают свою работу и это называемая караутинс это отдельная такая штука в программировании а тут на самом деле у этих у этих итераторов точнее у этих генераторов на самом деле больше возможностей чем я показываю но честно говоря начиная с какого-то момента они перестают перестают помещаться в мой мозг и ну вот вот эта штука мне понятно а если например еще и менять состояние вот этой штуки извне то там уже становится как-то не так хорошо вот ну в общем опять же не то чтобы вам часто будет приходится делать какие-то такие вещи самостоятельно но полезно знать что они бывают иногда можно с такими штуками столкнуться когда вы изучаете какой-нибудь чужой код например вот значит ну что это были какие-то довольно продвинутые питановские штуки задайте какие-нибудь вопросы если что-то непонятно можно еще раз про next это для всех объектов нет для объектов которые являются итераторами итератор это дословно то само такое определение которое само себя определяет значит next умеет работать с итераторами а итератор по определению это такие штуки с которым умеет работать next значит по смыслу next эта штука которая просит у итератора дай мне следующий объект дальше уж как этот итератор будет следующий объект давать это его дело а итератор это по определению объект такого типа который умеет отдавать очередной элемент свой как он этот элемент откуда она будет брать он его будет генерировать на лету как это происходит вот здесь с генеральным натуральных чисел или он его будет брать из какого-то хранилище как это происходит итератором который взят из списка это это уже дело десятое. В данном случае вот эта штука, она там неявно внутри себя создала функцию next, но вот это уже питоновские внутренности, которые как-то хитро работают. Еще вопросы? Он конкретно, когда его вызывают, дает этот yield? Ну смотри, вот когда я делаю первый раз next, когда я просто вызвал эту функцию, видите, я у нее вызвал naturalgen, вообще ничего не произошло. Просто создался объект, вот этот вот N большого, который является итератором. Настоящий запуск этой функции происходит в тот момент, когда я делаю первый раз, требуя следующий элемент от вот этой штуки. Почему вы определили не как класс, а как функцию? Потому что это специальный синтаксис, который позволяет, не записывая явно все, что нужно для того, чтобы создать объект, который бы работал как итератор, его создать вот таким неявным образом. То есть Python для меня создаст правильный класс. Если я посмотрю сейчас на тип вот этого N, видите, у него тип генератор. В общем, генератор – это вот такой вот специальный тип итераторов, которые создаются вот с помощью таких функций. Значит, это именно функция, но она такая специфическая. Видите, в ней нет ретонов, зато есть yield. Этот yield как раз и используется для того, чтобы, когда мы доходим до этого yield, у нас и возвращается значение вот этого next. По логике выполнения эта штука действительно ведет себя как функция, но как функция специального типа, а именно она умеет приостанавливать свою работу. Она доходит до ближайшего yield, и в этот момент она приостанавливает свою работу, next получает свое значение, и все. Дальше при следующем next работа функции будет возобновлена с того момента, на котором она остановилась в прошлый раз. Давайте вот я что-нибудь попроще сделаю. А можно еще быстрый вопрос? Смотрите, если мы можем присваивать переменным значение генератора или что-то подобное, можем ли мы тем, что мы делали до этого, то есть как-то создавая итератор, переопределить наш генератор? Можно ли переопределить поведение генератора после того, как он создан? Не знаю. В питоне много чего можно, но я не знаю, можно ли это. Вот смотрите, например, я создал вот такой вот простенький генератор. Давайте посмотрим, что будет сейчас в лист от x. Значит, с помощью функции лист я могу, получив на вход, если функции лист получает на вход любой итератор, она дальше просто перебирает элементы из этого итератора и кладет их в список. Соответственно, что будет, если я сделаю лист от x? Просто один, два, три. Потому что сначала у нас вернулась эта единичка, потом вернулась эта двойка, потом вернулась эта тройка. Маркер конца списка, он сам бросается или как? Маркер, ну вот конца списка. Да, маркер конца списка бросается сам, в тот момент, когда функция дошла либо до ретона, либо просто до конца функции, то бросается исключение stop iteration. В данном случае получился такой конечный генератор, который генерирует всего три элемента, а потом прекращает свою работу. Давайте я покажу еще одну штуку, которую я лично очень люблю. Представьте себе, что у вас есть какой-нибудь список, и вам нужно вытащить из этого списка первый элемент, обладающий некоторым свойством. Например, первый нечетный элемент. Ну вот как это можно сделать? Ну, можно написать так. Значит, можно написать какую-нибудь такую штуку. For x in my list. If x нечетный. Значит, first order равняется x break. Ну, можно сделать что-нибудь в таком роде, да? А мне больше нравится такой способ. Next. Next. Значит, если я хочу выбрать первый элемент, который удовлетворяет определенному требованию, то можно использовать next. Он как раз… То есть вот здесь вот я создаю генератор, у которого первым элементом является… как бы здесь я создаю генератор, который содержит только элементы, которые удовлетворяют моему условию. И дальше с помощью next я выбираю его первый элемент. Удобно еще то, что если такого элемента, например, нет, то я могу… то я могу явно написать второй аргумент какой-нибудь. И тогда, если такого элемента не было в моем списке, то будет возвращен вот этот вот второй аргумент, который у меня здесь есть. Мне вот такой код кажется более понятным, чем такой. Хотя, конечно, тут нужно некоторое… некто привычка, чтобы видеть, что здесь происходит. Вот. Двигаться с конца нельзя, потому что у итератора нет конца. То есть, окей. Если у вас есть конечный итератор, его можно развернуть с помощью reversed. Но нужно понимать, что это касается именно конечных итераторов. Вот у меня был, допустим, итератор 1, 2, 3. Я могу рассмотреть reversed от этого самого икса. А, нет, не могу. Ну, да, видимо, мне его нужно превратить в список, и только тогда можно его зареверсить. Да, просто так нельзя, потому что… Ну, потому что реально итераторы… Видите, итераторы могут вычислять свои элементы просто на ходу. Для того, чтобы двигаться с конца, вам нужно сначала вычислить все элементы и где-то запомнить, а потом, вот в том, где вы запомнили, начать двигаться с конца. И, собственно говоря, это вот ровно то, что здесь, то, что сделано вот здесь. Значит, глобально это будет выглядеть вот… Ой. Глобально это будет выглядеть вот так. Но тут уж и ничего не поделаешь. Итератор имеет только одно направление движения. Интересно, в Этертулс, кстати, нет ничего на тему реверс нет. В Этертулс, кстати, есть специальная штука, которая называется iSlice, которая позволяет делать срезы для итераторов. Вот, например, у меня есть бесконечный итератор Naturals, но я могу создать из него новый итератор, который будет уже не бесконечным. Допустим, он будет с 3 до 15. И дальше, например, я могу сделать вот так. Значит, iSlice – это штука, которая работает точно так же, как обычные срезы, но только она работает с итераторами. То есть, в частности, например, вот здесь вот у меня не создается никакого списка, который бы содержал бы в себе все эти элементы, а они просто генерируются на ходу. Вот. Это такой, как бы это сказать, способ программирования, который называется lazy relations – линиевые вычисления, когда вместо того, чтобы создать какой-то набор данных, вы просто описываете, как вы этот набор данных будете создавать, а реально создаете его в тот момент, когда они нужны. Вот, например, как я создал, вроде как, вот когда я создавал все… где это было там? Вот. Когда я создавал все четные числа, я описал, как они будут создаваться. И, с одной стороны, это выглядит ужасно похоже на то, что я бы сделал бы, если бы мне реально нужно было бы создать список всех четных чисел. Но, с другой стороны, мы понимаем, что список-то всех четных чисел у нас не поместится в память, а вот такая штука прекрасным образом поместится. Потому что это не список всех четных чисел, а рецепт, как создавать четные числа из натуральных. И дальше можно с помощью этих ленивых вычислений можно как раз через четные числа генерировать по мере необходимости. Вот. Ну и таким образом можно экономить память и вообще писать такой более симпатичный код. Так, ну что, есть ли еще какие-нибудь вопросы про итераторы? Что бы вы еще хотели сделать странного с итераторами? Ну ладно, если вопросов нет, тогда, наверное, на сегодня можно закончить. Вроде бы я рассказал все, что собирался рассказать, а в оставшиеся 9 минут вряд ли расскажу что-то более крупное, какую-то новую тему. Ну что, все тогда. Спасибо, до свидания. Хорошо, до свидания. До свидания. До свидания, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok